МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Курган.ру. С вами Елена Швецова. Наши корреспонденты подготовили для вас информацию о самых актуальных событиях в жизни региона. В Кургане и области увеличилось количество квартирных и имущественных краж. В связи с этим с 1 апреля региональное управление МВД России проводит комплексную оперативно-профилактическую операцию «Защита», в чем ее суть, расскажет Александр Мироненко. За два месяца текущего года в регионе зафиксировано 176 краж из объектов различных форм собственности, в том числе и с торговых точек. По словам правоохранителей, самой действенной мерой по защите собственности является охрана зданий, квартир, гаражей и иных мест хранения граждан силами подразделений полиции в неведомственной охране. 7 апреля на пульт дежурного поступил сигнал срабатывания охранной сигнализации. Внимание, наряды! Еще раз послушаем ориентировочку. 114 диска. Говорите. Записываем сработку. 16.28. Кривола ПВ-10, квартира 40. Кривола ПВ-10, квартира 40. Подъезд 1, этаж 10. В этом случае мужчина просто забыл отключить сигнализацию. Всего же полицейскими ОВО города Кургана предотвращено 6 попыток проникновения на охраняемые объекты. Пресечено 44 административных правонарушения по сигналам тревоги путем нажатия кнопок экстренного вызова полиции. Краж не допущено. В общей сложности под охраной в областном центре находятся более 6 тысяч квартир. Что хотелось бы сказать. С наступлением дачного сезона и периода отпусков, когда неохраняемые жилища граждан остаются без присмотра на длительное время, возможен резкий рост уровня краж из квартир и частных домов. В связи с этим в период с 1 апреля по 25 июня 2015 года УМВД России по Курганской области проводит комплексную оперативно-профилактическую операцию «Защита-2015». Основной целью которой является увеличение количества надежно защищенных внественной охраны объектов, в том числе квартир и иных мест хранения имущества граждан. Впереди у полицейских горячая пора. Дополнительную информацию по вопросам обеспечения защиты имущества можно узнать в управлении вне ведомственной охраны или в территориальных отделах органов внутренних дел. Александр Мироненко, Илья Урванцев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. Около пяти лет назад в Заурале впервые было зафиксировано распространение психоактивных веществ. От употребления синтетики ежегодно страдает все больше и больше людей. В основном такие наркотики представляют опасность для молодежи. А недавно в одном из районов Зауралия наркотиками отравился трехлетний ребенок. Как региональные ведомства оценивают текущую наркоситуацию в Курганской области, узнаете в сюжете. 7 апреля во Всемирный день здоровья руководители регионального управления наркоконтроля и регионального Роспотребнадзора провели брифинг на тему потенциально опасные психоактивные вещества, угрозы и последствия. В 2008 году было только 7 случаев изъятия синтетики, в 2014 уже 426. Наркоторговцы за это время стали более изворотливыми. Теперь они все чаще передают наркотики с помощью закладок, ищут покупателей в сети интернет, которые проводят дистанционные платежи. Также многие считают, что продавая вещества, не попавшие пока в список запрещенных, они могут избежать наказания. Уже много лет ведется усиленная работа, чтобы даже аналоги запрещенных веществ также попадали под запрет. Наработан достаточно серьезный, положительный опыт признания таких веществ аналогами наркотических средств и наработана определенная и положительная судебная практика. И сегодня это, безусловно, нашло свое отражение и в степени влияния на наркоситуацию в целом. То есть вот такая работа, она в значительной степени на территории области позволила сбить вот эту волну появления новых неподконтрольных веществ. Если в 2013 году было за год у нас зафиксировано изъятие 11 видов, то в 2014 году только 5. Сотрудники Роспотребнадзора в прошлом году проверили некоторые кальянные и бары на продажу синтетики. Результаты положительные. Ни в одном из заведений наркотики не нашли. Однако за первые два месяца 2015 года синтетикой отравились 27 человек, 11 с летальным исходом. По количеству случаев отравления наркотиками на первом месте в Заурале, областной центр и город Шадринск. Елена Швецова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Умеют ли в Курганской области экономить энергию? Этот вопрос обсудили на совещании с главой региона Алексеем Кокориным. Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% к 2020 году. Заместитель губернатора Алексей Татаренко подвёл промежуточные итоги Зауралья в этом направлении. Динамика снижения энергоемкости валово-оригинального продукта Курганской области, являющегося основным показателем ферилизации программы, составляет 3,9% ежегодно. А к 2014 году снижение цены составляет 19,9% от уровня 2007 года, что соответствует вановым значениям. В регионе продолжается процесс внедрения технологий энергосбережения на важных объектах муниципальных образований. За последние два года в областном центре вместо ламп накаливания установлено 4762 современных светильника и заменены порядка 10% алюминиевых проводов на кабели нового поколения. Кроме того, заместитель губернатора доложил о поездке представителей зауральской промышленности на Ямал в конце марта. Руководство Ямала, наше продукство очень заинтересовало. Дело в том, что Ямала так уже является одним из самых активных регионов, с кем работают наши предприятия. И достигнули следующей договоренности после этой бизнес-миссии. Первое, что наш ароматурный кластер будет принимать участие в четвертой международной выставке Ямал-нефтегаз-2015. Помимо этого, руководство Северного округа заинтересовано в создании зауральского торгового дома в Новом Уренгое. Все договоренности, они должны держаться на контроле и выполняться обязательно, чтобы в некую дорожную карту все это было оформлено. Вообще, все визиты, у меня просьба, чтобы они были не просто съездить в гости, а позитивными, полезными. Лариса Драгункина, Василий Малухин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру. Уже производило для фронта необходимую продукцию. Ни война, ни разруха не смогли уничтожить завод, как не осмелились годы стереть из памяти подруг работу бок о бок в тылу. Спустя десятилетия одна из них увидела по телевизору сюжет, главным героем которого стала вторая, теперь уже 90-летняя, седоволосая бывшая коллега по цеху. Руководство предприятия сделало все, чтобы ветераны встретились в преддверии годовщины Победы. Для одной из них это стало сюрпризом. Нина Михайловна Колбина трудилась на заводе более 40 лет. Анна Петровна Коваленко, увидев по телевизору свою давнюю подругу, сначала долго сомневалась, она ли это, но все же разыскала ее. Давай искать альбом свой, думаю, смотрю, вроде и похоже, не похоже, думаю, неужели уже так она состарилась. Знаешь, красивая была девочка, она помоложе меня и поинтереснее была, мне казалось, тогда. Ну вот так вот судьба. А я ее и знала, но редко-редко виделись и много лет уже не виделись. Я тогда ее узнала, она была еще так симпатичная, я говорю, она обновела. Я говорю, так ты еще замуж можешь выйти. Посмеялись с ней, а после того я не встречаю ее. Встретиться давним подругам помог руководитель предприятия «Курган-прибор» Сергей Муратов. Говорит, такие встречи не только радуют до слез, но и внушают настоящий неподдельный оптимизм. Люди, которые столько лет не виделись, они сегодня встречаются. И их все-таки объединяет одно – это завод «Курган-прибор». Даже трудно представить, что вот этого завода его могло бы не быть, когда он переживал время банкротства. И вот сегодня, как эти люди переживали банкротство завода, и как они сегодня радуются, что вот тот потенциал, который они вложили в предприятие, он не пропал даром, а он сегодня наоборот еще развивается. И вот эти минуты, они, ну, наверное, очень дорогого стоят. И я думаю, ради этого стоит жить. В свои 94 года он помнит каждый залп легендарной установки «Катюша». Наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Яков Васильевич Пухов – один из тех, кто воевал в 6-м гвардейском минометном полку, на вооружении которого находились знаменитое оружие, наводящее ужас на фашистов. Даже спустя 70 лет мирной жизни у него срывается голос, когда спрашивают о первом дне войны. Бежали все. Выходной день был. Команды никого не было. Вот и разбежались. И так по всей линии фронта. 22 июня 41-го застало 20-летнего Якова Пухова в Бресте, где он служил в танковой школе по призыву. После бомбежки группе красноармейцев удалось выжить. Через месяц пешком, передвигаясь по ночам, они добрались до Смоленска, где были расформированы по частям действующей армии. Якова Васильевича зачислили в 6-й гвардейский минометный полк. Дивизионы «Катюш» были засекречены. Все приказы о дислокации орудий, карты, на которых отмечали передвижение «Катюш», распространялись под грифом «совершенно секретно». Части подходили к линии фронта незаметно, обрушивали на противника шквал огня и также скрытно отходили на перезарядку. Километром в десяти от фронта делали зарядку «Катюш» в Густомовке. Ехали на перезарядку. Там специальное место выбирали, зал давали и обратно. Все четыре с лишним года части, в которой служил Яков Васильевич, из-за конспирации запрещено было заходить в населённые пункты. Ночью нельзя было разводить костры. Грелись так называемым скрытым огнём, вспоминает ветеран, когда над костром натягивали палатку, также готовили пищу, мылись. Может быть, поэтому он и сейчас немногословен, сказывается многолетняя привычка. Вместе с «Катюшами» рядовой, а затем старший сержант Пухов освобождал Польшу, Финляндию, победу встретил под Кёнигсбергом. Вернувшись в Курган, Якова Васильевича направили в органы госбезопасности. Бывшие фронтовики занимались розыском пособников нацистов, карателей, которые приехали в Зауралье под видом мирных жителей. Были лица из завербованных тем же Абвером в своё время. Одни ушли на оседание, вы знаете, что это такое, наверное, слышали. Готовились на оседание, а другие просто сбежали, может, выполнив, а может, не выполнив ни одного задания. Уходили в глубь страны и оседали здесь. Но работать надо было, выявлять надо было, по ним информация-то была, СМЕРШ чем занимался. Семидесятилетие победы ветеран встретит в кругу семьи. Выйти на праздник на Центральную площадь не позволяет здоровье. В этот день Яков Васильевич наденит китель. Среди медалей на нём самые ценные. Две за отвагу, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией и Орден Красной Звезды. Испомнит погибших товарищей. Лариса Драгункина, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру. Финалистки проектов информационного агентства Курганру, топ-модель по детски и мисс Курганру, вернулись в фестивали «Мини-мисс России» и «Гордость нации» с наградами и самыми высокими титулами. Подробности смотрите в сюжете. В конце марта текущего года в Москве состоялись 7-й ежегодный Всероссийский фестиваль элегантности и таланта «Мини-мисс» и «Мини-мистер России-2015» и Международный фестиваль талантов «Гордость нации». 4 дня участники в возрасте от 5 до 16 лет из разных уголков России состязались в дюфиле и демонстрировали свои творческие способности. Детский театр моды «Альтернатива» привёз в Курган безоговорочную победу и рекордное количество наград. «Мини-мисс России» — это стандартный конкурс элегантности и таланта, где выбирают самую маленькую красивую девочку России. Участников было в этом году около 40 девочек, все в разных возрастных номинациях. Ну и самый главный приз, к счастью, у нас — это Алена Писемских. То есть она носит официальный титул «Мини-мисс России» этого года. Для Алены Писемских эти фестивали далеко не первые. Она уже побеждала на международных и всероссийских конкурсах красоты. Зрителям нашего информационного агентства она хорошо знакома по конкурсу «Мисс Курган.ру» и шоу «Топ-модель по-детски». И Алена — первая девочка, которая привезла в Курган победу с конкурса «Мини-мисс России». Там были испытания такие, как пройти в народном костюме в бальном платье, выход про до порте, и у меня Гран-при я выиграла. Я — «Мини-мисс России». Я буду эту корону передавать на следующий год другим победительницам. По традиции на сайте «Мини-мисс и мистер России» проходил интернет-конкурс на звание «Мини-мисс России онлайн-2015» и снова победа у Алены Писемских. В возрастной категории от 5 до 7 лет победу завоевала также маленькая жительница Кургана Каролина Коваленко. Я там победила, заняла самое первое место Гран-при. Даже выше первого. Мне там все очень понравилось. Мы гуляли по отелю, меня наградили. Еще один высокий титул в столицу Заураля привезла Дарья Кетова. Она заняла второе место в своей возрастной категории от 13 до 16 лет. Для обладательницы звания «Первая вице-юная мисс России-2015» — это первая серьезная победа. «С «Мини-мисс России» я принесла второе место в своей номинации. То есть первая вице-юная мисс России. Вот это вот корона у меня. А с гордости нации я привезла вот эти вот медали. Тут за модель и одна за талант. Я пела. И еще с гордости нации привезла Гран-при, супермодель. В фестивале элегантности и таланта в Москве участвовали еще три финалистки реалити-шоу топ-модель по-детски Варвара Воробьева, Карина Кривощокова и Алина Федосеева. Для последней это был дебютный выезд на всероссийский конкурс. И первый блин вышел далеко не комом. Это мой первый конкурс, и я получила две золотых медали, одну серебряную. На конкурсе «Гордость нации». Это был мой первый конкурс, и я очень волновалась. Варвара Воробьева и Карина Кривощокова также вернулись в курган с медалями. Там были творческие номера, также мы проявляли себя как модели. Я показывала пять танцев и восемь номинаций моделей. Я выиграла два гран-при в номинации «Портфолио» и как лучшая детская модель. Золотая медаль за спортивный костюм. Все остальные медали там за предапорте, за кэжуал, за коктейль на платье. Успех маленьких зауральских красавиц был ошеломительным. И это далеко не последние их победы. А если и вы мечтаете, чтобы ваш ребенок покорял мировые подиумы, то регистрируйте его в проекте «Мисс Курганру-2015». Прием анкет открыт на сайте Курганру до 13 апреля. Юлия Смородина, Ульяна Фомина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Это все новости на сегодня. Далее смотрите очередные выпуски программ «Здоровый интерес» и «Твой стиль». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Впервые в Кургане специалисты Центра доктора Гаврилова раскрывают секреты быстрого и эффективного похудения без вреда для здоровья. Наша героиня Ольга на собственном примере рассказала и показала, как стать стройной без диет и изнурительных тренировок. Подробности смотрите в сюжете. По профессии Ольга Аслоповских – зубной техник. Сидячая работа медленно, но верно прибавила ее организму почти 20 килограммов. Когда вес достиг 87,5, Ольга забила тревогу. После недолгих расспросов под рук она обратилась в клинику доктора Гаврилова. Для надежности Ольга на первую встречу взяла с собой дочь-медика, которая с профессиональной точки зрения оценила эффективность метода. После этого Ольга втянулась в систему. Потом, естественно, когда вес стал уходить, я вижу, что мне это интересно и мне это нравится. И я нравлюсь себе, глядя в зеркало большое каждое утро. И я хочу еще. Я понимаю, что я еще хочу, и я могу этого добиться. Нужно иметь и цель такую, что вот я похудею, и у меня будет многое, что я могу себе позволить. Я смогу легко двигаться, я смогу, может быть, кататься на лыжах или кататься на коньках. Я смогу, допустим, там на даче, допустим, даже выполоть ту же грядку, не просить никого-то, значит, из помощников, из семьи. Я могу одеть красивое платье, я могу встать на каблуки. Ольга очень любит путешествовать. Раньше долгие перелеты сильно сказывались на здоровье. Теперь с весом 70 килограммов наша героиня с большим удовольствием ездит по всем уголкам планеты. А все началось с бесплатной консультации. Все клиенты изначально проходят диагностику, которая показывает процент мышечной, жировой массы, тонус кожи и количество воды в теле. Параллельно с психологическими тренингами клиенты могут воспользоваться косметическими процедурами, например, массажем, разбивающим подкожный жировой слой. Возможно, те, кто смотрит данный сюжет, боится или волнуется, сомневается, вы можете прийти в центр доктора Гаврилова и пройти бесплатную диагностику, а также получить консультацию таких специалистов, как психолога, диетолога и косметолога. Я бы хотела сказать всем женщинам, кто стремится похудеть, чтобы они поверили в себя и пришли в клинику, обратились и им помогут. И поверить в том плане, что это реально, что это возможно и что это нужно просто делать для самих себя и для своего здоровья, то есть заботиться о себе. Ольга достигла эффекта, превосходящего все ее ожидания. Теперь она не стесняется своего веса и уверенно чувствует себя в стройном теле. Клиника доктора Гаврилова приглашает вас пройти курс по снижению веса. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Запись на консультацию по телефону 550106. Моя подруга выходит замуж. Вместе с командой профессионалов мы уже выбрали платье и свадебный букет. Осталось только дополнить образ невесты прической и макияжем. Репетиция сборов невесты прошла в салоне красоты Глория. Для того, чтобы выглядеть идеально, васа первым делом посетила кабинет косметолога. Здесь она испробовала вакуумно-роликовый массаж с РФ-лифтингом. Вот сейчас мы работаем на спине в массажном режиме. Есть еще другой режим, более интенсивный, который необходим, чтобы с целлюлитом бороться. В общем, в программах по снижению коррекции массы тела. Очень хорошо после различных физических нагрузок, в качестве релаксации, при мышечных болях будет выводить молочную кислоту из мышц. Массажи лица и тела, различные уходы и химические пилинги, микротоковая терапия, ультразвуковая и вакуумная чистка, а также депиляция воском и сахарной пастой. Это далеко не полный список процедур, которые помогут выглядеть невесте на все 100. Так красивый загар можно получить в солярии. Позаботиться в салоне и о красоте ногтей. Васи сделали педикюр с помощью современного аппарата, который позволяет проводить как сухую обработку стоп, так и влажную с помощью спрея. В работе используется профессиональная косметика немецкой линии Геволь. Для ногтей мастера советуют стойкое покрытие гелиш. Богатую палитру оттенков оценит каждая девушка. А вот свадебный маникюр все-таки лучше делать в светлых тонах. Итак, ногти в порядке, пора приступать к свадебному мейкапу. Его главные правила – стойкость и матирующий эффект, ведь невеста весь день в центре внимания. Идеальное решение – симбиоз дневного и вечернего макияжа. Нежный цвет губ и дымчатые глаза подчеркнули достоинства нашей героини. Образ невесты подразумевает сам по себе нежность и романтичность. Здесь в большей степени акцент на глазах, то есть, ну, как правило, это для невест слостина. Безупречной должна быть и прическа. В моде практичность и элегантность. По мнению специалистов салона Глория, волосы должны смотреться естественно. Легкие локоны и коса – это, пожалуй, самая любимая прическа невест. Вариантов плетения множество. При этом коса позволяет подчеркнуть индивидуальность девушки. А традиционную фату, кстати, вполне могут заменить изысканные аксессуары. В Глории помогут и с прической жениху. По мнению профессионалов, стрижка не должна кардинальным образом отличаться от той, которой привык мужчина в повседневной жизни. Но в то же время должно создаваться ощущение благородной ухоженности. Также важно учитывать тип лица и волос. И вот все приготовления позади. Наша пара готова предстать во всей красе. Сегодня у меня была своеобразная репетиция свадебного дня. Мастера попали в точку. Они мне сделали все то, что я действительно хотела. Воплотят ваши мечты и учтут все модные тенденции. Специалисты салона Глория помогут в самые важные и торжественные моменты жизни. Редактор салона Глория Уезжайте в отпуск, а кто будет ухаживать за комнатными растениями? Мы разузнали, как сделать так, чтобы цветам всегда было достаточно влаги. Как пользоваться автоматической системой полива, мы расскажем в четверг, 9 апреля, в программе «Удачи на даче». Седьмая неделя Великого поста – страстная, самая тяжелая, последняя седмица. В эти дни нельзя употреблять в пищу подсолнечное масло, из рациона исключается рыба. Однако это не означает, что наш стол будет скудным. Наоборот, это повод порадовать свой организм здоровой пищей. Спостные блюда 9 апреля мы приготовим вместе с председателем Совета директоров предприятия «Курган-прибор» Сергеем Муратовым. А также вы узнаете много интересного о пользе воды для организма. Смотрите программу «Удачи на даче» 9 апреля после новостного блока. Такси «Да». Айда. Телефон 65-00-45. С 6 по 15 апреля с 10 до 7 часов в ДК «Железнодорожников» Пасека Кучаевых проводит акцию. При покупке башкирского меда от 500 рублей сотовый мед в подарок. Цена меда от 250 рублей дегустация. Пенсионерам скидка 5%. Надо напиться, надо напиться, надо напиться, надо напиться, надо напиться, надо напиться. Водится царица. Надо напиться. Шинный центр «Вианор». Всегда большой выбор шин и дисков по комфортным ценам, а также шиномонтаж, 3D-геометрия, установка сигнализации и музыки, тонировка. Шинный центр «Вианор» – магазин партнер финской фирмы «Нокиан». Проспект Машиностроителей, 38В, Бульвар Мира-3. Ребята, хотите попасть на спектакль Театра кукол «Гулливер»? Тогда читайте газету «Зауральский курьер», выполняйте задания в рубрике «Умняша» и выигрывайте билеты на наши представления. Так просто? Да! «Зауральский курьер». Добро пожаловать в сказку. Завод – это мировка, это наша жизнь, и мы на заводе просто живем. Первый. Российский фестиваль кино и интернет-проектов. Человек труда. 16-18 апреля. Челябинск. Мегаполис. Гастроном «Нокирово» представляет. Каждый четверг дегустация. Мясоперерабатывающее предприятие – юргомышские колбасы. Гастроном «Нокирово». Низкие цены и традиционное качество. Садово-огородный рыхлитель «Крот». Предназначен для перекопки земли с одновременным рыхлением. При этом плодородный слой почвы остается сверху. Сорняки выкапываются целиком. Ширина перекопки до 42 сантиметров. Глубина рыхления 25 сантиметров. Закажите «Чудо-лопату-Крот» по ценам 2014 года. Всего за 1999 рублей. Звоните по телефону 55 48 55. Акция до конца мая. Закажи «Чудо-лопату-Крот» и получи ручной садовый «Ямабур» в подарок. Большой выбор пальто на любую фигуру. Европейский стиль, итальянские ткани. Классическая сдержанность. Сеть фирменных магазинов-салонов «Классика». Новый жилой комплекс «Феникс» от застройщика «Инвест-Сити». Это квартиры с уютной планировкой по доступной цене. И развитая инфраструктура района. Жилой комплекс «Феникс». Птица счастья в ваших руках. Звоните 640 200. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Сеть салонов женской одежды «Классика». Пальто от лидера производителя. Европейский дизайн, итальянские ткани, классическая сдержанность. Скидка на пальто до 30%. Все лучшее для своих клиентов. Новый жилой комплекс «Феникс» по улице Зижинского, 31А. Уютные квартиры студии от 990 тысяч рублей. Жилой комплекс «Феникс». Птица счастья в ваших руках. Звоните 640 200. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на четверг за Уралий окажется под опекой относительно погожего антициклона. Днем же пройдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом облачности и превышением на 2-3 градуса температурного режима над своей климатической нормой. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени от плюс 7 до 10 дней. Небольшой дождь. В Кургане ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 0,3. Днем в Кургане преобладание облачной погоды. Возможен небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6,9. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. 9 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»